Несмолкаемый грохот артиллерийских орудий заполонил Севастополь утром 5 октября 1854 года. Началась первая масштабная бомбардировка города. Самое массированное и разрушительное нападение предприняли в этот день вражеские войска с моря и суши. Вдумайтесь в эту цифру. 90 тысяч снарядов было обрушено на Севастополь. 120 орудий вражеских обстреливали город с суши. 31 корабль неприятельский пытались прорваться в нашу бухту. То есть боевые действия развернулись здесь, на Малаховом кургане. Ну и конечно же это Константиновская батарея на северной стороне, Александровская батарея на южной стороне, также батарея Карташевского и Волохова башни на северной стороне. Дело в том, что это бомбардировка продолжалась с перерывами в течение 10 дней. И как враг планировал, то есть они хотели благодаря этому массированному огню сходу взять Севастополь. Своей цели войска англичан и французов не достигли. Впереди были 11 месяцев первой героической обороны. Город держался благодаря мужеству и самоотверженности его защитников, в том числе представителей офицерского состава. Один из них – вице-адмирал Владимир Корнилов, встречи в память о котором ежегодно проходят на Малаховом кургане. Это преклонение перед стойкостью и мужеством Владимира Алексеевича Корнилова и его подчиненных, все, кто защищал Севастополь. Мы уверены, что ребята, которые сегодня были на церемонии и которые всегда придут, они, может быть, и сегодня, и в другие дни, они совершенно испытывают те же чувства, что и мы. Владимир Алексеевич Корнилов фактически стал руководителем обороны. Он был начальником штаба Черноморского флота на начало обороны Севастополя 13 сентября 1854 года. Но в своих руках сосредоточил всю ответственность по устроению оборонительной линии, организации гарнизона Севастополя моряков, которые сошли на берег, а потом и строительство первых укреплений Севастополя. В первый день массированной бомбардировки Владимир Алексеевич объезжал созданную под его руководством линию укреплений. Как офицер ответственный и внимательный, он всегда был среди своих подчиненных. Здесь, на Малаховом кургане, он поднялся на башню, где получил ранение в бедро. Оно оказалось смертельным. Момент последней встречи вице-адмирала Корнилова с матросами воссоздали на митинге в день 170-летия его гибели севастопольские реконструкторы. Горе. Конечно же, это тяжелая утрата была особенно в тот момент, потому что действительно адмирал Корнилов был душой обороны. Несмотря на то, что он не был командиром, да, но как-то вот все к нему шли со всеми вопросами, проблемами. Вот. Поэтому, да, это была большая потеря. Он был любим всеми и офицерами, и матросами, солдатами, да. Вот. Поэтому тут, да, важны эмоции и отношения людей к тому, что произошло. В память о талантливом руководителе защитников Севастополя жители города традиционно возложили цветы к кресту из ядер, первому мемориалу, прославленному адмиралу. Традиционно памятные мероприятия в годовщину гибели Корнилова проходят и на месте его захоронения в Свято-Владимирском соборе Севастополя. Его останки лежат именно здесь, в этом соборе, в нижнем храме, в крипте, который освящен во имя святителя Николая Чудотворца. Это было решение, принято императором Николаем II, когда он был смертельно ранен на Малаховом Кургане. Было принято решение похоронить его там, в склепе, где уже лежал учитель Корнилова, адмирал Лазарев Михаил Петрович. Это было исполнено, и потом уже пошла вот эта память, и история, что сюда стали хоронить и других адмиралов, и поэтому собор мы называем «усыпальница адмиралов». Здесь о начале Первой обороны, жизни и героической гибели вице-адмирала смогли узнать севастопольские школьники. Пример – это лучшее, что может учить. Поэтому на примере адмирала Корнилова, который своим примером показал, как надо Родину защищать, для учеников, для всех людей – это самый главный пример, самое главное учение. Это важно. Последние слова Владимира Корнилова «Отстаивайте же, Севастополь» прозвучали 170 лет назад и стали заветом для многих поколений жителей города русской славы.